В спорткомплексе «Юбилейный» состоялся очередной матч молодежных хоккейных команд. Игра прошла между «Динамо» и «Атлант». О результатах в нашем сюжете. Матч начался со взаимных уколов. В конце хорошей атаки гостей за хозяева сыграла штанга. Белоголубые ответили броском с близкого расстояния, с которым вратарь подмосковной команды справился. Ближе к середине периода инициативы завладели «Динамовцы», создавая постоянное напряжение на половине соперников. На 16-й минуте белоголубые материализовали преимущество в гол. Мы вышли командой готовые к бою, потому что нам нужно реабилитироваться после такого провального старта чемпионата. Пока что выполняем тренерскую установку. Хорошо, что наконец-то первые мы забили гол. И если будем так же продолжать, то все сложится для команды хорошо. Во втором периоде на площадке была равная игра, в которой чуть острее атаковали хоккеисты «Динамо». Впрочем, счет на табло юбилейного остался неизменным. 1-0. Команды достаточно равные, все хотят выиграть. У «Динамо» еще не было побед в этом сезоне, ребята тоже стараются. Ну и мы чуть вышли расляпан на первый период, а во втором пока что не получается сравнять. Заключительные 20 минут начались активно. Уже через полторы минуты счет стал 3-0 в пользу «Динамо». Казалось, и матч завершится спокойно. Но «Атлант» предал концовке огня. Последние 5 минут вместили в себя 3 заброшенных шайбы. Всего за 34 секунды подмосковные хоккеисты смогли забить дважды. И уже появилась возможность сравнивать счет. Однако их остановил Иван Дитковский, который вышел победителем из борьбы с вратарем и защитником «Атланта», протолкнув шайбу за линию ворот. Следующая игра на льду «СК» юбилейный состоится 20 сентября. Матч с «Атлантами» из Московской области. Начало в 19.00.